Приветствую вас. Вы знаете, вот, конечно, довольно мало вы написали о природе отношений между вами и вашим другом. То есть хотел бы, конечно, немножечко больше информации о вас, вот, но исходя из того, что вы уже написали, я могу сделать вывод о том, что молодой человек, он, знаете, не только чтобы к вам привязан, он не то чтобы как-то вот испытывает к вам эту привязанность. Молодой человек, как это видится, мне больше проявляет, ну, скажем так, эгоизм по отношению к вам. Молодой человек, запрещая вам, ну, вот, встречаться с другими, значит, мужчинами, да, взаимодействовать с ними, там, и так далее, он в этот момент, на самом деле, по большому счёту, он в этот момент, эм, ну, думает о себе, к сожалению. И это довольно серьёзная проблема для вас, в первую очередь, потому что молодой человек не думает о вас, он думает о том, чтобы хорошо было ему. он не думает о том, чтобы хорошо было вам, к сожалению. И, эм, можно, э, конечно, э, говорить о том, что у него есть к вам, э, привязанность, можно, э, конечно, говорить о том, что у него есть, э, какая-то необходимость, э, э, того, чтобы вы вот так вот себя вели, вот, чтобы вы как-то, ну, сдерживали себя, да, и так далее. Но давайте постараемся быть честными и скажем, что молодой человек, когда он вот запрещает вам какие-то вещи, он в этот момент думает по большому счету только о себе. При этом он, что важно, не хочет брать ответственность за себя. Он не хочет брать ответственность за себя и за то, что вы с ним находитесь все-таки в отношении. То есть он не хочет быть от вас зависимым. Молодой человек не хочет, чтобы вы видели, что он в вас нуждается. Видимо, это сделать ему, ну, не позволяет гордость. Значит, ну, признать, что вы ему дороги, признать, что вы ему важны и так далее. Это, этого он не делает, но при этом он вас ограничивает постоянно в общении с другими мужчинами, да, при том, что, в общем-то, вы имеете, ну, полное право общаться с кем угодно, как угодно, с кем хотите и так далее. То есть с этим, как мне видится, проблем быть не должно, но они, тем не менее, и есть, эти проблемы. Вот, и таким образом нельзя говорить, к сожалению, о том, что молодой человек привязан к вам. Да, у него есть к вам чувства, да, он, как бы, он не безразличен к вам. Но он видит ваши отношения, рассматривает ваши отношения только как, значит, дополнение к своим реальностям. То есть вы в его жизни занимаете определенную роль, вы в его жизни действуете вот так, как ему кажется правильным. И, собственно говоря, все. Больше вы не способны, больше вы не должны, и на больше рассчитывания вам не приходится. Причем интересно, что вы ему не безразличны, но он отводит вам определенную роль. И определенный предел вашего поведения устанавливает, как бы, для вас. То есть, например, вот, если ты тянешь всю эту машину, то ты для меня не существуешь. То есть, получается, что это такая вот, значит, немного тоталитарная, немного, ну, авторитарная черта его характера. И, соответственно, можно говорить о том, что человек по большому счету думает о себе. И если у него и есть любовь к вам, то она, к сожалению, эгоистична и нацелена в первую очередь на то, чтобы ему самому было хорошо, комфортно, удобно, выгодно, ну и так далее. Я думаю, что так. Если вы согласны с тем, что, ну, если вы согласны на эгоистичную любовь, скажем так, то да. Но для того, чтобы быть с ним, вам придется исключить из своего поведения все, что он посчитает нежелательным. Вот такая вот, к сожалению, ситуация получается. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, либо кто-то непонятный в моем ответе, пишите в личку, буду там помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.